всем добрый день сегодняшняя тема у нас косметический минимализм и поговорим мы сегодня как раз о том тренд или необходимость именно косметический минимализм то есть минимум косметических средств в нашем как говорится обиходе начнем с того что косметику я бы разделила ну я не говорю сейчас о декоративной а именно об уходе больше я бы ее разделила на два важных подпункта это необходимые средства вот без которых вообще нельзя и средства дополнительные которые решают какие-то проблемы или усиливают эффективность необходимых средств дополняют какие-то действия дали свойства имеют дополнительные необходимым средством я бы отнесла мягкое умывание тоник по типу кожи защита кожи от солнца или от перепадов температур средства без спф которые мы как правило можем использовать на ночь если в этом есть необходимость отшелушивающее средство для регулярного глубокого очищения кожи шампунь и возможно кондиционер и гель для душа мягкое умывание это мягкие средства которыми очищаем кожу который не будет ее при этом пересушивать которым можно умываться даже дважды в сутки то есть это то чем мы должны кожи очищать второй пункт это обязательно тоник по типу кожи уже много копий конечно сломано на тему нужен тоник не нужен тоник и вообще люди запутались понятиях тоников у нас есть видео много много видео где эта информация раскрывается более полно но на самом деле тоник конечно нужен и его задача это в первую очередь восстановить ph кожи после умывания и дочистить ее собственно от каких-то балластных веществ которые у нас водопроводной воде или остатки поверхностно активных моющих веществ которыми мы умывались на коже остаются чтобы их там не было поэтому тоник в общем-то это вода с какими-нибудь полезными экстрактами в нем не должно быть очищающих компонентов и тоник нам нужен далее это защита кожи от солнца летом условно говоря да ну период активного солнца скажем так и защита кожи от перепадов температур в холодный сезон в тех регионах где есть холодный сезон где-то круглогодично нужно использовать защиту от солнца это важно потому что фото старение как говорится никто не отменял и перепады температур это тоже очень агрессивный фактор который делает нашу кожу более уязвимы следующий пункт это средства без спф которые мы как правило хотим нанести на ночь ну иногда нам не нужно например ночные ночного средства достаточно только умывания и тоника порой если например то жирная кожа без особых проблем но зачастую вечером хочется что-то нанести это может быть какой-то увлажняющий гель или сыворотка или например кремовая текстура но без спф дальше это стимуляция обновления кожи следующий пункт который я все-таки отнесла бы к необходимым это легкие какие-то пилинги которые мы один-два раза в неделю делаем с целью убрать закупоренность пор то есть избавиться от черных точек или просто улучшить внешний вид кожи чтобы она стала более гладкой более такой сияющей ухоженной следующим пунктом я бы поставила уход за волосами то есть это условно шампунь и бальзам либо в некоторых случаях не смываю кондиционер опять-таки я всегда за то чтобы использовать более мягкие очищающие средства для волос возможно бессульфатные чтобы их можно было использовать чаще и гель для душа гель для душа с опять-таки мягкими активными веществами моющими которые не будут пересушивать кожу возможно это может быть масло для душа это может просто гель для душа какой-то неплохой но это то чем как говорится нужно пользоваться жесткое мыло твердое которое является щелочью достаточно такой активный я бы для собственно очищения кожи тела не советую дополнительные средства дополнительным средством я бы отнесла уже те средства которые либо усиливают основной уход то есть это интенсивно увлажняющие средства какие-то средства с ультра и низкомолекулярную форму гиалуоновой кислоты это средства для век какие-то средства которые ну например в молодом возрасте для век особенно не нужно какого-то средства отдельного иметь а например уже когда 35 40 плюс там уже желательно какой-то кремовый такой или сыворотку или крем иметь препарат для того чтобы ухаживать отдельно за зоной вокруг глаз кроме того это может быть средство отдельной для тела для рук там ну какие-то в общем интенсивные средства для ухода за теми зонами которым требуется интенсивный уход кому-то не требуется кроме того это антивозрастные например антивозрастная косметика это уже дополнительный вариант то есть я могу там в почти 50 лет намазаться обычным кремом легким с парочкой масел там протеинами шелка витамином е как наш увлажняющий крем и легким фактором солнцесащиты а могу использовать дополнительно антивозрастную сыворотку с пептидами там допустим с ретинолом с кислотами и прочее кроме того это какие-то маски это какие-то такие процедурные вещи которые мы не всегда делаем в кабинете специалиста делаем просто дома одноразовые маски какие-то маски поросуживающиеся кожи проблемные или там допустим жирная то есть это уже такой интенсивный уход это например какие-то дополнительные очищающие средства допустим мы пользуемся мягким гелем всю неделю до один раз в неделю два раз неделю пользуемся более агрессивным скажем так очищающим средством с кислым паш например и это селективные средства которые тоже в принципе являются дополнительным уходом но они решают к эти проблемы сосудоукрепляющие какие-то средства сыворотки гели например с ваза протекторами это например севорrecулирующие средства если кожа жирная комбинированные это какие-то средства которые решают проблему с отеками то есть дренажные компоненты см palette сэта дифтинговые какие-то средства которые дают или мгновенный лифтинг, или работают на накопительный эффект, чтобы кожа выглядела более упругой и подтянутой. То есть это какие-то именно средства, которые имеют в своем составе компоненты, решающие проблему. Вот, собственно, такой вариант косметического ухода. Можно рассматривать, если, скажем так, привязываться к тренду косметический минимализм. Необходимые должны быть у всех, а дополнительные уже опциональные. Есть проблема, берем дополнительное средство какое-то. И желательно, чтобы оно было одно, чтобы мы проследили накопительный эффект его, чтобы мы проработали, как говорится, эту проблему, поняли, что средство действует, а не бегали каждую неделю за новой баночкой. И, в общем, она просто... Большая ошибка у многих людей, когда покупают много-много средств, хочется то, хочется это, где-то там посоветовали, на форуме прочитал. А в итоге мы купили самое первое, это хорошее, но оно просто не успело подействовать. Это все, наверное, что я хотела на эту тему сказать. По традиции я буду очень рада вашим лайкам, дизлайкам, комментариям, если вы поделитесь своим опытом, что для вас является необходимым минимумом, а без чего можно приобрететься, или что вы любите в дополнительный уход свой включать. То есть это будет очень полезная информация для всех, и я буду за ней очень признательна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, там нажимайте на диван, для того, чтобы уведомления вам приходили о наших новых видео. И до встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...